Теперь живут здесь. Уже три года дольщики не могут дождаться обещанных квартир. В знак протеста разбили лагерь на стройплощадке, которой здесь уже не должно быть. Ведь наш предыдущий сюжет про долгострой на Ленина 195А заканчивался так. Сейчас застройщик уверяет, даже если суд не удовлетворит иск прокуратуры к службе судебных приставов, объект все равно будет сдан в первом квартале 2020 года. Вот так обещали дом сдать к концу первого квартала. Сейчас уже заканчивается второе. По словам жильцов, тут добавилась только пара новых окон. Жильцам остались только акции протеста. Давайте сейчас застройщику покажем, как надо строить. Вот как нам быть? Мы вообще из другого города. Купили очень маленькую квартиру, 24 квадрата. Ждем уже три года. Мы пенсионеры. Вы представляете, уже седьмой десяток. Сколько мне осталось еще жить? Жить не в палатках, а в съемной квартире. Многие из дольщиков одновременно платят ипотеку и аренду. Двойной удар по семейному бюджету. Проблемы с деньгами и у компании PR Holding, которая возводит дом. Парадокс. Приставы запретили продавать помещение из-за постоянного переноса сроков сдачи объекта. А из-за этого запрета нет денег на строительство. После привлечения СМИ, в том числе вашего телеканала, были несколько разрешений на реализацию квартир в этом доме. Тем самым привлеклись некоторые средства для достройки дома. Ну и после непродолжительного времени опять все вернулось на круги своя. То есть опять аресты полные, финансирования стройки нет. Нарушили молчание в мэрии сразу после минувшего митинга. Собрали совещание, на котором и договорились провести другое совещание. По результатам этого совещания проанализирована новая информация, дополненная застройщика. По необходимости дополнительного финансирования, по информации застройщика, эта сумма ориентировочно составляет 15 миллионов рублей. Кстати, некоторые дольщики тоже пока должны застройщику. По данным госинспекции, PR Holding еще не получил 5 миллионов от физлиц и 2 от организаций. Этот вопрос, запреты приставов и другие детали обсудят сегодня на совещании межведомственной комиссии. И возможно, даже получится притворить в жизнь позитивный сценарий. Первоначальный срок, это сентябрь 2017 года, застройщикам неоднократно переносился. На сегодняшний день, последний обозначенный срок, 26 июня текущего года. Естественно, этот план сработает, если приставы снимут с имущества арест. Кстати, такая история в крае еще может повториться. По старым правилам, без использования искровщитов строят 52 дома. Так что, возможно, еще увидите словесные игры с охранниками стройплощадок. А что за организация? Телеканал Толк. Бестолковый. Бестолковый? А ваше строительство толковое? Андрей Дреер, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.